Российское феминизкое объединение Культура насилия, андроцентризм И начну я с первого блока, это сексизм И сексизм это не только дискриминация по половому признаку Это и система стереотипов и предубеждений, утверждающих превосходство мужчин Таким образом обосновывающие неравное положение женщины в обществе Здесь будет несколько подпунктов, и я начну с самого банального Оно так и звучит, стереотипы С самого начала патриархальное воспитание лишает ребенка права выбора и личного пространства Право голоса в том, что касается его повседневного опыта То есть с детства усваиваются некие клише, гендерные роли Эксклюзивно предоставленные для одного или другого пола То есть ребенок контактирует с определенными игрушками Да что там говорить, на самом деле наша жизнь так начинается Нас повязывают либо голубой ленточкой, либо розовой И это касается не только очисаемых различий Таких как одежда, занятия, игрушки и другие вещи Но и нашего моментального становления Потому что подчеркивается слабость женщины Ее неспособность, например, принимать логические и рациональные решения И так далее Следующий пункт, который в принципе связан с первым Это биологизаторство Биологизаторство это процесс объяснения поведения субъекта Ну в этом случае женщины Ее природой То есть толкование сущности человека с точки зрения его биологии Ну например, речь может пойти о генах Или об инстинктах человека И здесь поведение женщины Якобы исходит из ее биологических особенностей То есть мы привыкли верить, что дело женщины рожать, воспитать ребенка Мы думаем, что мозг женщины меньше Поэтому вы сами понимаете какие Вот, женщина более слаба физически Соответственно не может без крепкой руки в конце концов И, ну вообще генетически устоявшиеся какие-то привязки И доводы, мол, женщины всегда занимались собирательством Поэтому какие-то серьезные предприятия Например, там, не знаю, бизнес свой сделать Да, вот в наше уже время Это вот нет Вы занимается чем попроще в конце концов Рукоделием, например В этом смысле существует, например, книга Квинтэссенция вот этого биологизаторства Это книга Новоселова Где женщина просто воспринимается, ну как самка И исходя из этого Собственно говоря, мужчина может принимать решение Как с этой женщиной, с этой самкой обращаться И книга так и называется Женщина в учебнике для мужчин Вот Плавно переходим к социализации В феминизме существует такая расхожая аббревиатура ЖГС Это женская гендерная социализация То есть существует точка зрения Зрения о неизменности положения женщины И ее качествах определяющих Определенных патриархальной средой Например, отсутствует равное право на использование Каких-то маскулинных условно благ Особенностей мужской коммуникации Также внешнего вида, естественно И деятельности тоже У женщины есть устойчивая гендерная роль И женщина не может рассчитывать на адекватное отношение к себе Адекватное отношение как к равному мужчине-человеку И существует запрет на социальную реализацию Отличную от принятых патриархальным обществом но Это непосредственно связано также со следующим пунктом Объективация На этом очень хочется заострить внимание Объективация Это процесс восприятия женщины как объекта Абстрактного образа Образа при этом обусловленного мужскими запросами Такие расхожие фразы, например Женщина хочет, чтобы за нее решали И поверья о том, что женщина хочет, чтобы ее, например, склоняли к сексуальным связям Ей нужна сильная рука А сфера ее интересов Ну, это, пожалуй, что-то связанное с индустрией красоты С приятными и, наверное, увлажением мужчины Канонический пример объективации Это реклама То есть зачастую на билбордах тех же мы видим Полуобнаженных женщин Которые там, например, какие-то новогодние скидки нам там обещают Или, может быть, это какая-то новостройка, в которой надо жить И там сексистские довольно шуточки используются Для того, чтобы привлечь внимание Это вообще повсеместно Вот Чем плохая объективация для мужчин? Тем, что она прививает чувство постоянной сексуальной доступности женщины И возможности использовать ее так, как он пожелает Ну, ясное дело, что это совсем нехорошо Вот Также хотелось бы отметить отдельным пунктом Двойные стандарты Это когда одно и то же действие, эпизод, картинка, слово, изображение Воспринимается по-разному в ситуации В данном случае нормативной для патриархальной среды И ненормативной Ну, допустим, если Встречаем мужчину Моего телосложения плотного такого Ну, это, наверное, самец А если это женщина У нее там что-то вот такое, да, есть То это уже-то все Она за собой не следит Она забыла вообще уже как-то за собой ухаживать И все Вот То же самое, например, если отец ведет большое количество детей Допустим, многодетная семья гулять на улице Он их ведет И мы думаем, господи, боже мой, какой звучит ли мужчина Ну, посмотрите, он прям этот день И все столько детей, и он их вывел погулять И не важно, что он там делает Может, он в телефоне сидит, но он же вывел их А если это матушка где-то мы ее видим С тележкой в магазине У нее дети вокруг кружатся У нас сразу была Такая матрона с выводком утят И я, пожалуй, пойду отсюда сразу Вот Чтобы они как-то там меня не задели Может быть, они меня испачкают И еще что-нибудь Вот Двойные стандарты, опять же, да Ну и Если я сегодня для вас не принарядилась Не накрасила ресницы То, наверное, я Ну, такая банально убогая феминистка А если бы я сегодня оделась Прям вот шикарно Вся разукрасилась И надела бы еще мне юбку Мне, наверное, бы прозвали Каким-нибудь нехорошим словом Вот такие вот у нас двойные стандарты А мы перешли ко второму большому пункту Это дискриминация И сейчас мы назовем конкретные сферы Где мы ее наблюдаем Вообще, что такое дискриминация Мы уже, наверное, слышали в первом докладе Несправедливое отношение к людям На основе их принадлежности К определенной социальной группе Это лишает их каких-то возможностей Прав, привилегий По различным признакам происходит дискриминация О женщинах Для начала Откроем тему Репродуктивные права Что представляют из себя Репродуктивные права? Ну, в первую очередь Право распоряжаться своим женским телом Так, как тебе хочется Потому что это право На протяжении всей истории человечества Часто присваивали Различные группы и институты Религиозные, политические, маскулинные И так далее На женщину Даже сейчас Возлагается непосильное требование Восстановить, например, нашу демографию Давайте скорее ее восстанавливать Путем социальных рычагов Это преподносится Ну, как сказать Женщины убеждают Путем социальных рычагов Пропаганды Идеологической трансформации в обществе И взращивание, собственно Новой традиционалистской системы Общательственной Почему бы и нет В конце концов Туда и идем Вот В радикальных Извините В радикальных Религиозных и других сообществах Происходит Прямое Принуждение К многочисленному воспроизводству Да И мужчина даже Может Ощущать Поднятие авторитета За счет Того, чем занимается Репродукцией Собственно Его женщина Извините Не очень понятно Что такое Традиционалистская система Была такая фраза Ну, традиционная Я имела ввиду Патриархальное общество Собственно говоря В этом контексте Конкретно В этом контексте Вот И даже Учитывая Культурный Релятивизм Мы все равно Не можем Закрывать глаза На происходящее С женщинами Вот И необходимо Адекватно Осознавать И переоценивать Существующую Ситуацию И наш опыт Вот Как раз С этим Феминизм И работает Второй пункт Это Трудовые права Обычно Когда я начинаю Разговаривать С мужчинами О феминизме Я начинаю Именно с этого вопроса Потому что Ну, он вроде как Более понятный И с точки зрения Мужчины Вполне Такой себе Адекватный И первое Что я называю Это разница В оплате труда Ничего не встретила Ни одного мужчину Который бы признал Что эта проблема Существует Насколько я понимаю Мужчины не признают Этого Потому что они сами С этим непосредственно Не сталкиваются Если не столкнутся Какая-то женщина В их окружении Я, вполне возможно Даже и не знаю Что существует Такая проблема Что я, собственно И слышу Очень часто Этой проблемы нет Однако Она существует И вот У нас уже В среде Ну, вот Спросите девочек Девочки, наверное Знают У кого-то была подруга Которая там место Мужчина занимал У него Была большая зарплата Взяли ее Вроде как Говорили, что Ну, испытательный срок Чуть поменьше А потом Заберут Так и не подняли Девочка увольняется На ее место берут Мальчика А у него опять Огромная Та же самая зарплата Вопрос Почему так? Так вроде быть Не должно Но Существует некоторое Поверие, что У женщин Якобы Аубиции меньше Ну и вообще Им и так Лор И очень важный момент Признание Родов И ухода За ребенку Трудом По воспроизводству При том, что Происходит Вот эта вот Пропаганда Поднятие Демографии И так далее Государство Например Не учитывает То, что Неработавшая Женщина Получает Ежемесячное Пособие По ребенку Вот В Москве Это до полутора лет Четыре с половиной Тысячи рублей А здесь Я сегодня Посмотрела Специально Это что-то В районе Трех тысяч рублей То есть Если она До этого Не работала А если Ее еще Бросил муж Например То встает Вопрос Как они Вообще С ребенком Должны Существовать При том Что у них Даже Нет социальной Карты На проезд А в первый В месяц Жизни Ребенка Туда В эту Поликлинику Нужно Ездить Каждую Неделю Добирайся Как хочешь Вот Ну и Напоминаем О существовании Списка Запрещенных Для женщин Профессий Все-таки Даже Учитывая Сложность Этих Профессий Необходимо Давать Женщине Все-таки Выбирать Хочет Она Заниматься Этим Или Не хочет А Не Заранее За нее Решать Вот Третий Пункт В дискриминации Последний Это Харасон Немножко Такое Новое Для нас Слово Не очень Может быть Даже Приятное Вот Если Мы вдруг Почувствуем Себя Русофилами Речь Идет О домогательствах И Об унижении Человеческого Достоинства Преследования Издевательств Над Личностью Чаще Всего Мы говорим Да О сексуальных Домогательствах Вот Харасмент Близок Травле Но В отличие От травли У него Есть Конкретная Подоплека Сейчас Конкретно Именно Касающаяся Женщин То есть То К какой Группе Относится Субъект Общества Вот В России Есть Допустим В уголовном Кодексе Статья 133 О Понуждении К действиям Сексуального Характера Но Эти действия Это Очень Узкий Круг Действий И Многие Вещи Там Просто Не Освещаются А Также Наказание По этой Статье Ну Учитывая То Что Происходит Когда Совершается Преступление Вообще Достаточно Мягко Это 120 тысяч Рублей Максимум Или Работы Ну Собственно Можно Потом Выйти И Дальше Еще Раз Вот Говорят Что Определить Рамки Харрассмента Невозможно И Поэтому За него Наказывать Бессмысленно Потому Что Тогда Все Попадут Под Одну Гребенку Отнюдь Например В Соединенных Штатах С 1980 Существует Конкретный Свод Критериев По Которому Мы Определяем Что Такое Харрассмент А Также Есть Предписание Создавать Внутри Организации Политику По Харрассменту То То По Предотвращению Прошу Прощению Харрассмента Вот С Дискриминацией Сейчас Дискриминация У нас Покончена Но К сожалению Только В рамках Дискуссии Вот Переходим К теме Культуры Носилие Андроцентризм И патриархат Вот Ну Мы Наверное Все Помним Что Патриархат Это Такая Социальная Организация Где Мужчина Носитель Власти И авторитета Обладающий Исключительными Правами В различных Сферах Жизни Здесь Я Отмечу Сколько У меня здесь Пунктов Пять Пунктов Первый Из них Это Абьюз Опять Замечательное Иностранное Слово Почему Мы его Используем Потому что Оно Чуть Более Широко Объясняет Нам О чем Идет Речь А теперь Объясняю О чем Идет Речь Я Абьюз Это Любой Вид Насилия С целью Подавления Или Подчинения Жертвы То есть Здесь Имеется Ввиду Подчиненное Положение Например Женщины Как Общественная Норма И Возможность Манипулировать Женщиной Унижать Ее Подавлять Ее И Всячески Загонять В угол Вот Также Абьюз Существует Как Форма Межличностных Отношений И К сожалению В нашем Обществе Чаще Это Не только Форма Но еще И Норма Вот Домашнее Насилие Как Крайняя Форма Абьюза Об этом Хочется Сказать Отдельно Почти Два Года Уже Как Декриминализированы Побои В семье И По Официальной Статистике Здесь Есть Статистику МВД Верховный суд Например Наказывать Стали чаще Но Участились И Случаи Домашнего Насилия Есть Вопрос Очень давно Нас интересующий У нас Есть Милый Чатик И Мы Обсуждали Там Эту Тему Есть Вопрос Например В общем К этим Данам Именно Тому Как Преподносит Феминистское Сообщество Что Стали Чаще Наказывать И Участились Случаи Но Есть Вопрос Вот Именно К самому Вот Этому Явлению Вы Не Думаете Что Например Благодаря Возможно Я Не Утверждаю Это Но Мне Интересно Какова Истина Может Быть Они Стали Просто Чаще Обращаться Потому Что Меньше Рисков Что Любимый Муж Например Попадет В тюрьму Ну Это Действительно Девушки Которые Подвергаются Домашнему Насилию Находятся В Объязивных Отношениях Это Не Она Хочет Чтоб Тиран Изменился Стал Добрым Классным Мужем Которого Она И Влюбилась Она Не Хочет Чтоб Его Посадили Наказали Зачастую И Есть Версия Например Которая Тоже Обсуждается В феминистском Сообществе Но Радикально В феминистском Сообществе Банят За Такие Вопросы Поэтому Я Хочу Вот Задать Его Вы Не Думаете Что Есть Какой Висеть Дамокловым Мечом Вот Этот Вот Риск Тюремного Заключения Например Это же Очень Сложная Тема Домашнее Насилие Вы знаете Риск Тюремного Заключения Над Мужчиной Не Висел Подождите Пожалуйста Теперь Не Висит Однако Над Женщиной Теперь Висит Риск Повторения Банкета Вообще Потому Что Когда Он По Это Как Сказать То Что Она На Него Заявляет Это И его Никуда Не Определяют Никуда Не Сажают Вообще Это Ситуация Когда Она Находится В Еще Да Потому Что Он Узнает Что Она Заявила И Он Простите Просто Продолжит Ее Бить Еще И За Это Теперь Попьет Дополнительно Если Я Правильно Помню То Нет Случа Повторных В Как Раз Тогда Уже И Просто Проще Уголовное В Течении Полугода А потом Счетчик Обнуляют Серьезно Конечно Такая Фигня Я не знала Это Шесть Месяцев Раз в шесть Месяцев Можно Нормально Бить И Счетку Просто Убилить Ценитим Нашего Законодательства Но они Предполагаются Что Можно Развести С этим Мужчина И Не Жить С ним Больше Это Очень Сложная Тема Это Очень Сложная Тема У нас Нищая Страна У нас Пошла Дискуссия Или мы Слушаем Пока Вектора А потом Это Очень Хороший Вопрос Дискуссии Еще Будут Тем более Что Осталось Не так Уж Долго Вот Ну Вот То Как я Сучено Говорила Нет Веследовании По уголовным Статьям Нет Страха Как раз Я Хотела К этому Перейти Вот Ну С точки Зрения Нашей Организации Необходимо Принимать Закон О Противодействии Домашнего Насилия И Внедрить Нормы Которые Защищают Пострадавших И Создавать Программу Реабилитации Например Вообще Это Прям Вот Важно И Если Сейчас Я думаю Не знаю Немножечко Перейдем Да Еще Вот Буквально Чуть-чуть Я только Скажу Что Есть Преституции Порно И Вот Эта Немножечко Система Сексуальной Эксплуатации Женщин Да И вообще Сейчас Огромная Индустрия Вообще У нас В феминизме Есть Женщины Которые Считают Что Распоряжаясь Своим телом То есть Женщина В принципе Имеет Право Выбору Естественно И если Она выбирает Сниматься В порнографии Если Она выбирает Преституцию То собственно Что это Это ее Дело Но Со своей Стороны Хотелось Подчеркнуть Что Из повестки Удаляется Информация О том Что Это Реализация Исключительно Патриархального Права На пользование Женщиной И поддержка Привилегированного Положения Мужчины Его Ложного Права На секс Здесь И сейчас Вот И Подчеркиваю Ее Доминантности И вседозволенности Проституция Это Как говорят Об этом Правильно Проституция Об этом Не говорит Мы об этом Говорим То есть Проституция Ведет к тому Что мужчина Предполагает Что за деньги Он может получить Женщину Здесь Сейчас В этом Суть Проституции Нет Да Только об этом Говорят Что это И означает Это критика Проституции Что это Ненормально Не считается Подождите Следуя Если мы говорим Про феминизм Насколько я понимаю Проституция В тех странах Откуда у нас Феминизм пришел Является Законным Действенностью И женщины Именно Не являются Все по-разному Очень разно В смысле По-разному В Америке Не разрешена Проституция В Западной Европе Не разрешена В Кандинавии Запрещена Проституция В Америке В некоторых странах Разрешена В некоторых нет В скандинавских Странах Запрещена Полностью Шведская модель Можете погуглить Вот сейчас Просто чтобы Ну Чтобы вам понимать То есть мы говорим Какие-то выбранные страны Феминизм против Проституции Правильно? Нет Сейчас полагается Что разное Оношение Это тема Разное Феминизм Разные Разные Ваше течение Заим Против Российское Феминизм Объединение Против Против Понятно Вы так разочарованы Вы что распоряжаться Телом В плане того Что продавать Себя за деньги Феминизм Женский Российский Считают Недопустимым Не российский А конкретно Я хотела Напомнить Во-первых Что вы представляете Сказалось А во-вторых Я с удовольствием Еще раз сказать Что здесь Например Собрались сейчас Девушки Которые мы Конкретно Как феминистки У нас у всех Разные взгляды Могут быть На какие-то Конкретные вопросы Как и в целом У феминисток То есть Например Позицию по отношению Проституции И порнографии Я и Елена Можем иметь разную И при этом Мы можем договариваться Обсуждать И спорить об этом сами И в феминистском сообществе Есть вопросы По которым И ведутся дискуссии И это не то Что как бы Нельзя на эту тему Дискутировать И законы И государства Тоже во всех Есть разные И государства Тоже пытаются Принимать разные решения Но с точки зрения Того что происходит Факт того Что женщина Получает деньги За то что она Отдает свое тело Это с этим сложно Поспорить Мне кажется Потом вопрос Просто как Что с этим дальше делать Потому что это Общественный институт Присутствует По любому Ну то есть В государстве Она будет присутствовать Либо не будет То есть возможно Есть некие еще вопросы Которые феминистки Мы с собой не договорились Есть множество вопросов В которых феминистки Дискутируют Потому что есть разные Феминистки С разными взглядами Это очень интересно Ну хотелось бы еще Упомянуть Еще это хорошо Спасибо Я немножко отдохну Хочется упомянуть Также последние два пункта Это обвинение жертвы Я говорю о жертвах насилия В основном Так называемого Victim Blaming И это кстати Говоря одна из причин Среди женщин Не обращаться В МВД И кризисные центры Мысль о том Что ее осудят За превзошедшее Это вот очень важный пункт И последнее Быстренько Про газ и лайтинг Это манипулятивное убеждение Человека В его собственной неадекватности То есть часто Ладно в отношениях Это понятный пункт Хочется сказать Как это связано С феминизмом Нам очень часто говорят Что все вот эти Вышеперечисленные проблемы Мы себе Сами Напридумывали И нам вообще Это все только кажется И наверное Мы может быть Невротички А некоторые из нас Даже наверное Истерички Вот Поэтому Газлайтинг Это очень большой Гвоздь Который нужно Выкорчевывать Из общества В целом Я Вас благодарю За внимание Еще раз напоминаю Меня звали Елена И зовут до сих пор Елена Да Елена Келлер Мы приехали С Кирой Соловьевой Из Москвы Чтобы С вами Пообщаться Продолжение следует... Продолжение следует...